В эфире День ТВ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в студии профессор Сергей Вячеславович Савельев. Мы поговорим на тему «Работа мозга в информационную эпоху». И также поговорим о том, как связаны исследования и научные достижения Сергея Савельева с нынешней политической ситуацией, как можно их применить на практике для анализа событий, например, в Белоруссии. Сергей Вячеславович. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая неожиданная встреча принята в таких случаях говорить. Мы случайно, случайно встретились и первый раз здороваемся. Я думаю, зрители это оценят. Вопрос следующий. Как вы это считаете? Можно ли сказать, что мы живем в уникальную эпоху? Ну, вообще, каждое поколение, наверное, говорит, что оно уникально и живет в уникальную эпоху. Наверное. Но я спрашиваю несколько о другом. Можно ли сказать, что произошел разрыв непрерывности в информационном пространстве по сравнению с тем, что было 100 лет, 200 лет назад? И как это влияет, если влияет на работу мозга? Ничего не произошло такого, чего не было 200 лет назад. То есть дело-то в том, что на самом-то деле вот эта вся информационная эпоха, она нужна для того, чтобы мозг не работал. До этого, значит, это были какие-то там указы, приказы, распоряжения. Потом книжная появилась система управления, когда любая информационная система нужна для того, чтобы человеческий мозг экономил энергию. Это все очень просто устроено. И чем более зарегламентированное общество, чем более детерминированное у человека поведение, тем меньше мозг тратит энергии, тем больше, соответственно, энергии остается для святого дела, для размножения. А поскольку это и есть цель любого организма на этой планете, поэтому все, что понижает затраты мозга, оно приветствуется, все, что повышает, отвергается. Поэтому вся история человечества – это попытка, особенно властимущих, отключить мозг тех, кого они, как бы так помягче сказать, обирают, для того, чтобы ими было проще управлять. Чем человек меньше думает, меньше сравнивает, меньше сопоставляет там свою жизнь и чужую, и прочее, и прочее. Чем более зарегламентировано его поведение. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, иначе амба будет, как у Дарсул Зала. Вот если это все посмотреть, то система сегодняшняя информационная, она еще больше регулирует систему и поведения, то есть снижает расходы на собственное осмысленное поведение. Его чем меньше, тем лучше. И позволяет очень легко управлять. Ну, посмотрите, вот в тех же Соединенных Штатах. За какие-то 10-12 лет они умудрились населению навязать устойчивый менталитет отрицания нашей страны. Своим имеется в виду? Нет, нашей страны. Резкая. В Америке общение с русскими или работ с русскими – это как признак неполноценности уже воспринимается. То есть они очень быстро, простым информационным способом достигли этого результата. Ну, и так во всех странах. То есть чем более информационно человек обеспечен, тем проще им управлять, поскольку у него создается иллюзия того, что он плавает в бездне информации, с которой, наверное, уже не справляется мозг. Вот этим всем маразмом заведуют достаточно хитрые, но недалекие люди, которые, собственно говоря, и приводят к различным осложнениям этих процессов. Потому что, к сожалению, мозг работает не только на экономии энергии. Есть кое-какие-то еще другие принципы, которые позволяют нам выживать даже в условиях, скажем так, информационно-монолитной лжи, в которой мы существуем в настоящее время. Что, собственно говоря, и требовалось доказать, поскольку, как вы видите, во многих местах, несмотря на то, что одна система подачи информации заменяется на другую, это сейчас называют там бархатными революциями, хотя ложь остается той же, иногда даже возрастает. В сути-то люди понимают, что их все равно обманывают и в этом варианте, и в этом варианте. И постепенно накапливаются микронедовольства. Ну вот, мы упомянули Белоруссию. Но в Белоруссии у них нет никакой альтернативы. Они ничего предложить не могут. Никаких экономических изменений, никаких реформ. Судя по всему, там всем этим рулят, вся эта история с белорусской рулит, два процесса. Один процесс, о котором я уже многократно говорил, глобальный, эволюционный, который связан с тем, что если вы начинаете население тем или иным способом проводить над ним насилие, ну, например, у нас это налоговая система, система ЖКХ, разных социальных поборов, которые говорят, нет, у нас это мы не берем, это по закону мы эти деньги не берем, но мы их возьмем беззаконно. Ну, то есть всякими постановлениями, решениями. Постепенно накапливается вот это самое социальное недовольство, на самом деле, которое носит биологический характер. Ты справиться с ним не можешь, оно непрерывно нарастает. И вот это произошло в Белоруссии, когда разговоры с гражданами, которыми там живут постоянно, говорят, ну, у них, они не могут объяснить свое недовольство. Они говорят, нам он не нравится, мы хотим его заменить, он нам не нужен, надоел. Спрашивают у них вы, ребята, как? И какой смысл замены? У вас есть политическая программа, у вас есть какие-то признаки экономических реформ, какие-то разработки, проекты, у вас есть, в конце концов, какие-то партии. Кроме болтологии в интернете вы что-нибудь имеете за душой? И хорошо, так сказать, организованных и проплаченных людей, которые всегда поживятся на этом, на всем. Как из Польши, так из Прибалтики, так из Германии, так из США. У вас что-то за душой есть, а ничего предъявить не могут. Но они пользуются биологическим недовольством, которое непрерывно растало. Почему? Потому что руководство Белоруссии не учитывает биологических процессов, которые происходят в их стране. Они наивно считают, что историки, социологи, психологи, по-другому назвать не могу, могут дать им картину мира. Эта картина мира абсолютно не соответствует тем биологическим процессам, которые там происходят. Поэтому огромное количество населения говорит, да, у нас нет никаких программ, и ничего мы не хотим так дальше. То есть то же самое было в своё время в Ливийской джимахерии. Простите меня, люди, которые при рождении получали очень приличные деньги. Военные, которые имели очень высокие зарплаты, жильё давалось, государственный уровень государственных дотаций и бесплатного обеспечения был колоссальным. Я уж про Африку не говорю. Один из самых высоких в мире. А в Африке-то уж точно. Ну и к чему кончилось? Свергли его и просто уничтожили. Да, конечно, там и спецслужбы, и французские долги, которые скрывали, для этого надо было убить Каддафь. Это всё известно. Вся эта история с золотым динаром, который должен был стать альтернативной валютой, которую ему не простили ни европейцы, ни американцы, естественно. То есть всё это, конечно, сработало против него. Но суть заключается в том, что он проводил очень щедрую социальную политику. Очень много денег тратил на собственное население, поддерживая его всеми ему известными и доступными способами. Тем не менее, он ориентировался, ориентируясь на социальную, экономическую, политическую часть, не учитывал биологическую. Кстати, его съели. Что конкретно не учитывал Каддафи? А он не учитывал то, что кроме того, что людей надо обеспечивать с биологической точки зрения, мозг человека никогда не бездельничает. Это он только у психологов работает на 10%, поэтому с ними проще. У всех остальных он работает всё время и в разных просто масштабах. Потребляет энергии или там 100% при максимальной интенсивности. Или на 25% меньше, когда в состоянии покоя. Всё. И вот этот мозг, он всё равно будет нравиться, не нравиться. Он будет сравнивать, хочется или не хочется. Как живёт один человек, как другой. И всегда будет искать недостатки. Почему? Потому что любой человек опирается на три фундаментальных инстинкта. Значит, это еда, размножение и доминантность. Доминантность Каддафи не мог дать такую, которую обладал сам. Ну, всем хотелось, чтобы у него, чтобы такие были с невероятными фигурами охранницы, с развитыми молочными железами, с такими пистолетами ходили вокруг него по Красной площади. Всем такого хочется. Если проще выразить, это можно сказать словом зависть? Ну, зависть – это доминантность. Ну, да, можно сказать зависть. Доминантность, потому что это бесконечный источник, который будет при полной сытости. При том, что твой любимый дом будет покрыт метровым слоем твоих потомков. Это неважно. Вот эта доминантность, которая всегда возникает, то есть зависть в любой социальной иерархии, то есть как в кинзацветной дифференциации штанов, она всегда будет возникать. И с этим надо работать очень интенсивно, чтобы человек решал проблемы доминантности всю жизнь, а не смирялся с ней. То есть это специальное такое биологическое, должно быть, биологическое направление. Есть много еще других вещей. Давайте подождите, еще я вопрос задам. Все-таки без конкретики не совсем… Это мне понятно. А как на практике нужно, если бы вы посоветовали Каддафи? Ну, сейчас уже поздно, но это же неважно. Не Каддафи, так другому руководителю. Что конкретно? Как это решить этот вопрос? Конечно, это очень серьезный вопрос. Это ключевой и в Америке, и у нас, и у Каддафи, и в Беларуси. Как его решить? Ну, не скажу. А-а-а! А как вы хотели? За большие деньги, то есть? Нет. Вы хотите строить здание, например, вы хотите построить место как страну такой же надежности, как Египетскую пирамиду, да? Ну, я ничего не хочу, потому что это не моя задача. Ну, не хотите – не строите. Ну, вот допустим, что умозрительно кто-то хочет построить такую страну, как Египетскую пирамиду. Наверное, сначала приглашают инженеров, да? Которые соображают в строительстве этих пирамидок. И говорят, давайте построим проект. Как это все будет? И он сидит и пишет, рисует там, я не знаю, на чем он там рисовал, на чем писали, хоть на песке, хоть на папирусе. Проект этого дела. Очень тщательно надо продумать, сколько надо блоков, как расположить, как поставить. Все. Это очень серьезно все. Потом рассчитайте всю эту механику, вот этот предварительный расчет в современном строительстве, если это строительство, а не имитация строительной деятельности. Строительство вообще все это сплошной фальшак. Но масштабы его различаются все-таки. То есть старого кирпича, как там в южных странах у нас не строят, слава богу. Вы должны заказать проект. Вот проект сегодняшний стоит 10% от стоимости здания. Если вы хотите иметь хорошее здание. Это любой вам строитель скажет. Тогда почему вы хотите получать готовые рецепты бесплатно? 10% от бюджета того государства, которое мы будем строить. Я почему именно по тому и сказал, что я-то как раз ничего не строю, поэтому имею моральное право попросить у вас совет бесплатно. Согласитесь. И не получите. Потому что, к сожалению, биологический подход к этому делу, я не из вредности, я из желания справедливости. Потому что во всем мире, я слежу за этой литературой внимательно, на социологию, на психологию, на всякие политолухи там многочисленных, у нас эти институтов штук 20 в стране, в которых вкладывается огромное количество средств. Хотелось бы видеть их результаты. А результаты мы знаем какие. Когда говорят, у нас была советская эпоха, там серьезная наука, ну-ну. А как помнится мне в 90-е годы победа Жириновской, кто ее предсказал? Вы. Нет. Я говорил, но я не публично, поэтому доказательств особых нет. Но произошло же... Да я помню это удивление. Возник у всех жидкий стул. Когда это стало происходить, там не знали, что делать. То есть, и таких систем полно и в США, и в Англии, и в Европе. Вы вспомните, что творилось в Англии, в их прессе поднимите перед тем, когда было голосование по Брекситу. Ну? То есть, цена этим прогнозам 0,0х10. То есть, к сожалению, потому что не учет биологических процессов, он ведет к катастрофам в любых странах. И даже дело, когда только вы человека накормили, хоть как-то, ну, вот как в той же Белоруссии, накормили, ну, не очень хорошо, конечно. Конечно, я понимаю, что у них там перебоев с киви и бананами нет, они растут просто. По всему Минску, это ясно. А креветки водятся рядом, там, их вылавливают, видимо, где-то под Брестом, судя по поставкам в Россию. Дело-то в том, что накормили более-менее как-то. Население обеспечили, там, ну, одежда, там, может быть, не супершикарная. Но дальше совершили несколько радикальных ошибок. Не выстроили систему доминантости. Это раз, чтобы человек всю жизнь, так сказать, рос. Вот почему, говорят, лифты карьерные должны быть. Если человек не будет видеть перед собой несколько цветных штанов, которые он может напялить в течение своей жизни, он будет вести себя непредсказуемо. Именно поэтому система на Западе эффективно работала. Цветные штаны, то есть доминантность. Закредитованность. Зачем нужно такое количество кредитов? Связывание населения, связывание активности населения. Человеку нечего терять, и он не заинтересован в цветных штанах, то всё, конец. Он начинает требовать чего-то, не дай бог, сравнивать, думать о чём-то. Книжки, не дай бог, читать. Что надо, конечно, истребить на корню. И интернет в этом отношении двигается семимильными шагами к уничтожению письменного слова. Я надеюсь, что в ближайшее время всё-таки запретят в школе читать, учить читать и писать, и скажут, ну зачем? У нас очень развитые компьютерные системы, а они будут преобразовывать, а то и не надо преобразовывать. Прям так. Прямая речь посылается, сейчас же по телефону, по компьютеру же можно. Ну, вот видите, первый шаг. Зачем вам читать? Смотрите картинки, слушайте текст. Я надеюсь, что в результате этого всего дебилизация населения дойдёт до того, что от литературы будет мировой культуры, будет отрезана большая часть населения, и тогда наступит очередной цикл счастья. Правда, недолгий. Потому что критериев объективного и социально-ответственного поведения будет мало, поскольку они находятся в литературе. И тогда начнётся то, что мы сейчас видим в той же Белоруссии, когда у молодёжи, которую воспитывали на образцах, которые приходят с Запада. По сути дела, система управления с Запада не переносится, а система образования и воспитания переносится. Это приводит к когнитивному диссонансу. То есть руководящая часть страны пытается заставить людей жить определённым способом, которому они даже уже не обучены. Это почему-то никто не обращает внимания. А механизмы-то внутренние белорусские понятны. Там быстрее всего хотят, поскольку там государственная собственность, большие заводы, большое количество, надо искать не в каких-то блогерах, не в каких-то псевдополитиках смешных, которые сидят на западных грантах. Нет, не в них надо искать. Надо искать в директорах заводов крупных. Надо искать в инженерных составах, имеющие большие преференции. Потому что кто заинтересован-то в этом во всём? Население станет жить лучше. Ну, за счёт биологических ошибок, которые вызывают постепенное недовольство. А кто выгодот? Выгодополучатель кто? Выгодополучатель будет только тот, кто приватизирует существующие на сегодняшний день в Белоруссии производственные мощности и сельское хозяйство. Вот кто выгодополучатель. Не там, простите, господа, ищите. Надо искать тому, кто заинтересован в смене структуры власти для того, чтобы разбогатеть. И они получат свои там сотни миллионов, если приватизируют эти предприятия, причём с помощью тех же самых странных людей, которые выходят сейчас на улице. Ну, они создают такие комитеты по приватизации, с лозунками выйдут, и все их приватизационные документы окажутся у современных директоров заводов. А так батька их может сместить всех. Он просто не там ищет, как мне кажется. Единственный вариант у него сейчас массовая смена всех директоров крупных предприятий и тотальная проверка их финансовой деятельности. Потому что такое количество денег, денег, которые выбрасываются для того, чтобы поддерживать протесты, нужно где-то найти. А что ждёт большинство населения Белоруссии? Как обычно. Рядом. Как и в Ливии, да, как и в Тунисе. Да, ну, ливийцам не хотелось при достаточно скромном уровне расходов, им же не хотелось жить на тысячу долларов в месяц. Ну, что это за безобразие? Надо же пять иметь. Ну, вот сейчас они имеют только не пять тысяч, а пять долларов, в лучшем случае, на нос в день, а то и в месяц. Вот и, пожалуйста, Беларуф хотят того же, что у них в результате этого всего перераспределится в их пользу доходы государства? Да никогда. Нет, не они будут выгодополучателями. Пенсионная система улучшится. Ну, посмотрите на Украину, посмотрите на нашу пенсионную систему. У нас еще ничего. Посмотрите на прибалтийскую, на польскую, кстати говоря, очень полезно посмотреть. Особенно через несколько месяцев, когда в 2021 году их отключат от подачек из Евросоюза. И получится вот что получится. Предприятия, которые приватизируют, естественно, большую часть их просто ликвидируют за деньги, как у нас в стране это было, для того, чтобы уничтожить конкурентов. Вот это раз, это одномоментно небольшая кучка людей получит деньги и съедет на Запад. Ну, у нас так же происходило. А основное население останется у разбитого корыта. То есть без нормальных пенсий, даже таких, как сейчас, без работы, даже такой, как сейчас. И без перспективы улучшения этой ситуации на необозримое будущее. Пожалуйста, мне кажется, что, конечно, он всем, их руководитель, надоел и прочее, прочее, но это его ошибки. Надо вовремя менять ногу, чтобы люди не привыкали и у них не вырастало та самая биологическое неприятие одного и того же человека. Это биологический процесс. Это нельзя этим управлять. Может, Страдоновича говорить по телевизору, что вот этот вот дяденька очень хороший. И вот, видите, он вам это сделал хорошо, и это сделает. И он на самом деле будет делать. Это будет на самом деле хорошо. Но биологический закон нарушать нельзя, поэтому дяденька, в конце концов, не понравится и очень сильно. И сделать с этим ничего нельзя. Потому что, я говорю, самое страшное, что происходит при нарушении биологических законов, когда человек вокруг себя, вот докуда у него дотягиваются руки, вот такими микродвижениями, микродвижениями, незаметно никакими специальным органам, противостоит тому, что происходит. Когда это складывается у миллионов людей, с этим сделать ничего нельзя, никаким силовикам. Вот этого понимания нет. Биологические механизмы никто не хочет учитывать. Все задурены историками, которые врут непрерывно, поскольку сами пользуются не первоисточниками, как правило, а, так сказать, трижды пересказанной чушью. Задурены социологами, которые создают модели, не работающие. Если бы они работали, таких бы кризисов не было, такого возмущения бы не было по всему миру. Это же не работает, то есть они занимаются эрунистикой. И наоборот, политологами, которые просто на этом, на всем паразитируют, поскольку это их бизнес. Все. Поэтому любой процесс всегда вызывает зачастую большее противодействие, чем потенциально выигрышный результат принесет дивиденд. Вот в чем дело. Всем кажется, что мы уже очень люди. Такие, знаете, интеллектуальные, социализированные, с историей, с культурой, с большой такой подпоркой. А там поскреби чуть-чуть, там сидит орангутан, в лучшем случае. Да еще какой. Лохматый, дикий, неприличными органами наперевес. Вот и все. Поэтому, когда вы строите социальные системы на рассудочных принципах, которыми никто не пользуется, вы получаете белорусский вариант. Все. Действительно, когда начались только Майданы, и первые опыты уже оказались негативны, на основе вот этих вот отрицательных моментов делались прогнозы, что если будет следующий Майдан, то будет еще хуже, может быть, ну, по крайней мере, не лучше, а то и хуже. Еще один Майдан, опять политологи, социологи делали прогнозы, что будет хуже. Ну, и в этом они не ошиблись. Как правило, так оно и получалось. А тем не менее, их не слушали. Они не предугадывали первый, а второй, там уже все болтуны собирались попаразитировать. Они не в состоянии предугадать первое событие. А когда оно началось, уже и дураку понятно. Здесь даже политолог может сообразить. А я хочу по-другому сказать. Почему люди каждый раз, когда назревает Майдан, я имею в виду те люди, которые поддерживают Майдан, каждый раз уверены, что вот в этот-то случай будет как раз хорошо, и в этот раз ошибок прошлого не повторят. Вот те же люди, буквально те же, которых я лично знаю, даже говорили, ну, у нас-то не будет как вот при Януковиче, вот как на Украине, ну, имеется в виду в ситуации свержения Януковича, у нас-то не будет вот такого, что на Украине, мы это все осуждаем. То есть, у них Майдан будет хорошим почему-то. Я вот это не... То есть, понимаете, в чем дело-то? У них Майдан... А если смотреть, ну, вы знаете, я изучаю историю, пишу книги, сколько... Ну, была книжка у меня «Перевороты и революции». Я целый ряд переворотов революции разбирал, но каждый раз вот я вижу, что вот революционеры, зачастую некоторые из них искренне, искренне не лгут, искренне считают, что вот в их-то правлении не будет всего того, что было во французской революции, и далее везде, что называется. Вот у них-то получится все нормально. А получалось прямо как под копирку, один в один. Почему опыт не учит многих людей? Ну, потому что они не верят опыту. Они же ориентируются на лучшее, они ориентируются на социальные законы, которые им, кажется, существуют, которые никакого отношения к реальности не имеют. А мотив-то их, они же не могут, даже не понимают, чего они хотят. Каков мотив этих людей, этих людей, которые вот это все устраивают? Потому что существует биологический закон, очень простой, что любая нестабильная система, любой революционный процесс, назовите перевороты, безвремение, как еще любят называть, и прочие всякие безобразия, они позволяют людям с очень невысокой социальным уровнем и, скажем, уровнем социальной ответственности, да и зачастую интеллектуальным уровнем пробиться в системе социальных отношений. То есть чем неустойчивее система, тем больше шансов, что как умный, так и полный идиот сможет пробиться к власти. Поэтому всегда в любой стае высших приматов возникают такие ситуации, которые как бы провоцируют такую революционную ситуацию. Вот у шимпанзе, пожалуйста. Как бы революционно. И в этот момент может выползти тот самец стать доминантом, который никогда бы в жизни в стабильной ситуации им не стал. Это глубочайшая инстинктивная форма поведения, поэтому большинство революционеров замотивированы биологическим принципом, очень простым, связанных с тем, что нужно любую ситуацию раскачать и испортить до такой степени, чтобы индивидуальные особенности, вот, например, шимпанзе или индивидуальные особенности Робеспьера, не имели особого значения. И тогда он, благодаря просто бытовой хитрости, такой дамской, совсем примитивной, сможет занять несоответствующую ему позицию социальную. То есть его уровень компетентности настолько низок, что нужно устроить революцию для того, чтобы с этим уровнем интеллектуального развития и всего остального занять высочайший социальный пост. Поэтому все революционеры – это самодвижущиеся комплексы неполноценности в той или иной форме. Посмотрите, хоть на наших, я имею в виду Владимира Ильича и компанию, что на французских, это Робеспьера компании, там много всяких других вариантов было. Это люди, которые занимались тем, что создавали нестабильную ситуацию социальную, поскольку в стабильной ситуации у них никогда никаких шансов занять высокие биологические позиции нет. То есть биологический закон смены доминантов работает отлично. А то, что они собираются сделать все по-хорошему, так это вторая часть этой медальки. И она очень тоже неприятная, поскольку они все считают, из этого исходят все революционеры, из этого исходят все перевороты. Именно этим все эти события захлебываются, что люди все одинаковые. Как только вы начинаете примеривать свои заблуждения и свои принципы принятия решений на других людей, вы уже проиграли, еще ничего не начав делать. Как только вы начинаете игнорировать индивидуальные различия мозга человека, которые делают нас абсолютно разными, вы обрекаете систему на провал. Поэтому чего бы не затевали бы они эти несчастные революционеры? И такую революцию, и секую революцию, и такой переворот. Кончается все одинаково. Это как в плохом анекдоте про то, почему у нас там набережные Челны все время выпускают «Жигули» с советских времен. Там какая фирма не придет, все равно «Жигули» выпускают. Ну и два инженера сядут, и говорят, ну почему в «Жигули» все время получаются? Место такое. Так вот, человечество – это место такое, которое на самом деле устроено не по тем иллюзорным социально-историческим конструкциям, которые нам с юности навязываются, а по биологическим. И если бы учитывали, что люди разные, то и у нас бы в Советском Союзе, в котором я, так сказать, прожил 30 лет, такого бы маразма не было. Они просто в начале еще пути большого не учли, что индивидуальная изменчивость колоссальна, хотя этим занимались, это, собственно говоря, положили огромные средства, чтобы это открыть. Мы благодаря Советскому Союзу, благодаря людям, которые организовывали эту страну, сегодня знаем про индивидуальную изменчивость. И знаем, что она фундаментальная, она не преодолевается ни учителями, ни воспитанием, ни образованием. Дебил в Оксфорде останется, к сожалению, дебилом. Ничего ты не сделаешь, потому что мозг устроен индивидуально, благодаря им. Но они этим даже не воспользовались, с одной стороны, потому что инструментов не было при жизненного анализа. А с другой стороны, поверить в это, было отвратительно. Это говорит о том, что люди настолько индивидуальны, что ты любую революцию затевай, а закончится она по биологическим законам. Ровно так же, как на Украине. С теми же последствиями, с той же катастрофой. Почему? Потому что ее будут делать люди, которые будут ее делать по биологическим законам, которые вообще не рассматриваются. И в этом прелесть. Почему неожиданности такие происходят у нас в системе, ну, на этой планетке. Захудалой, конечно, второсортной, ну ладно. Хоть такая. Почему это происходит? Да потому что люди настолько погружены в мир иллюзий, и в этом отношении цифровые технологии, замечательные способы передачи данных, высокоразрешающие телевизоры и мониторы. Они создают прекрасную иллюзию. То есть маскируют биологическую сущность происходящего еще глубже. Что на самом деле делает существование даже в очень хороших системах чрезвычайно неустойчивым. Чрезвычайно неустойчивым. Просто из-за делиша колбасы может произойти все, что угодно. То есть когда в основе лежат биологические системы, а конструкция страны строится по разумным социальным, то они никогда работать не будут. Именно вот эти социальные, да? Да, социальные никогда не будут работать. Они будут слове, чем биологические. Они нужны только для того, чтобы маскировать биологический процесс. Поэтому бедные революционеры, если бы они собрали бы вокруг себя людей с одинаковыми мозгами, то есть пропустили бы через церебральный сортинг и собрали бы таких голубцов, которые бы были одинаковые по концу, хотя бы приблизительно одинаковые. Все было бы хорошо. Но среди них там оказалось три четверти имитаторов, которые поняли, что здесь колбасой пахнет, как уличные дворняги, и пошли за этими людьми, потому что поняли, что сейчас оторвутся по колбаске. А дальше-то что произошло? Как только колбас кончился, они сказали, ну, можешь еще и больше получить, если и свое руководство казнить. Но это произошло и во Франции, и в России, и прочее. Это каждый раз. Нельзя набирать людей с биологическими конструкциями мозга для решения государственных или социальных систем. Это принципиальный момент. Все равно получится жигули в конце. То есть нельзя это делать из-за того, что эти люди все равно в глубине, что бы они ни говорили, как бы они ни показывали свою преданность, расположение, исполнительность и прочее. Это очень смешно выглядит, когда они там показывают молодые, значит, будущие руководители. Это вызывает меня гомерический хохот. Они там вместе идут с троем куда-то там в гору. Это анекдот. Да, они воспитают не коллективную ответственность, а воезде совсем другой. Ей пока не будет объективного способа подбора людей с такой конструкцией мозга, который бы соответствовал подставленной задаче. Вот набери таких 2000 человек, что несложно сделать. И с ними можно любую страну превратить в то, что тебе хочется. Я не говорю, что это что-то хорошее, это может быть и плохое. Но кто-то до этого додуматься начнет так делать. Потому что нужны единомышленники, а не единоколбасники. Понимаете, у нас сейчас во всем мире подбираются к руководству страны, это неважно, какое они имеют никакого значения. Я говорю об общебиологических. Не единомышленники, а единоколбасники. Ну, всегда же можно какую-нибудь палку другой колбасы подпихнуть, и он уйдет в совершенно другую сторону по запаху, как дворняга. И поэтому все системы очень неустойчивые. Поэтому сейчас выборы в США очень забавны. Там единоколбасники из трамповского окружения. Их переманили больше другими батонами колбасы, более мясными. И они начали против Трампа нам свидетельствовать. С другой стороны, где-то не додали колбасы у демократов. Они перебежали к Трампу, поскольку там оказалась колбаса повкуснее. И тоже давай начали рассказывать всякие гадости. То есть нельзя строить серьезные социальные конструкции на принципах личной, экономической, то есть колбасной заинтересованности. Это не будет работать. Это будет ровно работать до следующей, более длинной палки колбасы, которую предложат на стороне. Что в Белоруссии, кстати говоря, произошло тоже, обращаю ваше внимание. Это там тоже работает отлично. То есть поэтому все у нас сейчас кричат, там воспитание, нужно воспитание. Ну как воспитание? Воспитание надо подкреплять чем-то. Вы можете воспитывать до посинения, но когда человек будет видеть перед собой голодный маленькую палку колбасы и большую, ему надо будет делать выбор такой, что надо от обоих палок колбасы отказаться и продолжать оставаться голодным. Конечно, он выберет ту, которая побольше, на этом все кончится. Именно поэтому воспитание в этой стране не работает. Потому что нельзя кормить колбасой заочно. Это плохо кончается. Понимаете, вот эту проблему нужно очень увязывать в государстве. Биологические процессы нельзя ни в коем случае разделять. Потому что как только вы всех накормите, мысли возникнут разнообразные. Как бы съесть чего-нибудь вкусненького. А вкусненького на всех не хватает. Но это так образно. А понимаю. И начинается дележка. Ну вот, понимаете. Рассказывайте, мне вспоминается пьеса «Убить дракона». Последние, по-моему, последние уже страницы, когда умирающий дракон просит там что-то там воды, что ли, попить. А его вот ближайшие приспешники, которые вот все молились на него в течение всей пьесы, вот никто, вот никто к нему не подходит. Он говорит, да что же это за души такие? Хотя, говорит, сам краил. Надо было хоть одну нормальную душу-то сделать. Ну, это проблема не только пьесы. Это проблема любого, например, научно-исследовательского института, когда там руководитель, создатель зачастую подстригает вокруг себя все. А когда он уходит, выясняется, что эту лямку тянуть-то некому. А я больше скажу, а бывает так, что, ну, чисто опять же из истории, когда подбираешь... Замкнутый круг подбирает некий правитель себе тех, кто ему абсолютно лоялен, но не принципиален. И когда требуются принципиальные именно люди, так он же никого к себе не приблизил за это время. Он приблизил придворных листецов, приблизил тех, которые, как вот вы говорите, имитируют. Ну, имитаторы в основном. Там же за колбасу готовы имитировать все, что хочешь. А поскольку имитатор не принципиальный человек, так он будет потом имитировать все, что угодно теперь в пользу какого-то другого человека. Что посоветуете таким правителям? Ну, надо подбирать... Я как-то пошутил, сказал, что подбирают в основном преданных, а потом требуют с них как с умных. Ну, в общем-то... Лучше рискнуть с умным, чем с преданным. Ну, волевым принципиальным. Волевой принципиальный дурак еще опаснее. Нет, ну, почему обязательно дурак? Это не обязательно. А это обязательно, потому что, понимаете, последовательность однозначных поступков предполагает известную дурость. Мы о разных вещах. Я говорю принципиальный в смысле, грубо говоря, не бесхребетный, не флюгерный. Нет, ну, флюгерный другое. Понимаете, человек может быть просто разумным, потому что в современных условиях проблемы надо решать те же самые, что и там 3000 лет назад. Ничего не изменилось. Просто нужно понимать масштабы шелухи. То есть если раньше добраться до человеческого тела, а значит и до мозга, вот через него, нужно было пройти, так сказать, рубище, в котором он одет, ну, максимум там расковырять стену из двух кирпичей толщиной, то сейчас нужно пробиваться через огромную псевдоинформационную оболочку. Потому что оболочка на самом деле современная информационная, она представляет собой ватную среду такую, если ее физически переводить, через которую почти невозможно достучаться. Я сталкиваюсь постоянно с людьми, которые просто... Мозг которых уничтожен парадигмами, которыми они воспринимают, неважно где, здесь, там, это никакого значения не имеет. Они живут в мире парадигм. И это очень удобно, потому что энергетические расходы нулевые. То есть с ним начинаешь говорить о политике, о науке, о искусстве. Он вытаскивает парадигму номер пять. И вот он... Шаблон готов. То есть это мне напоминает, знаете, я как-то был на фабрике, на которых ткали скатерти. Это и сохранившиеся еще с 19 века. Это было в 70-х годах прошлого столетия. И это так называемое, недалеко от Осиво-Воловского монастыря, производство полковниковых. Там, туда, Менделеев даже ездил, рассказывал, как красить ткани. Там, консультировал, был консультантом. И вот это почти без изменений сохранилось производство до 70-х годов. Делали скатерти. И вручную тетки в деревнях деревянные такие станки, которые они, значит, ткали. Так вот, что меня поразило. Я захожу в такой псевдоцех, то есть такой барак деревянный. И внутри стоят деревянные станки, все из дерева, все абсолютно. Ну, практически, кроме мелких деталей. А как же рисунок красивый на ткани получается? Там, например, из трех ниток. А оказывается, там при каждом прощелкивании, значит, ниточки поднимаются, опускаются, как всегда в этих станках. А там такие перфокарты вот такого размера с дырочками, которые соответствуют будущему рисунку рассчитанно. И вот они складываются после каждого прохождения челнока. Вот примерно такие перфокарты в головах сегодняшних людей, которые, кажется, что они там на айфоне, на айпаде, ну, вообще на этой лабуде что-то получают. У них все доступно, все есть. Но на самом деле они живут в рамках вот этих перфокарт, сделанных из картонок, которые перещелкиваются в голове. Поэтому на самом деле, если вы туда закладываете такие перфокарты, которые вам нужны, будет то, что нужно. Но недолго. Потому что станки-то все одинаковые, а человеческий мозг-то разный. И поэтому перфокарты – это залог нашего, так сказать, пока неуничтожимости нашей. Потому что перфокарты у всех в мозгу, да, перфокарты одинаковые, работают по-разному. То есть получается, что каждому изложили там наборы. Но тем не менее, даже в этих условиях мозг нас спасает, поскольку он запрещает нам принимать абсолютно идентичные решения с соседом. Отсюда же и разница в доминантности. То есть индивидуальная изменчивость, которая позволяет человеку выпендриваться немножко по-другому, чем его сосед, есть залог, то есть, скажем так, внешнее отражение биологического закона изменчивости мозга. Примерно так. Ну что же, напоследок я задам вопрос. А вот скажите, есть ли некоторые ошибки в поведении, ну чисто вот во внешней стилистике политического поведения, который вот никогда не следует допускать лидеру государства? Ну то есть, грубо говоря, что он не должен демонстрировать. Потому что я знаю, что бывает так, люди смотрят на выступление какого-то политика, и вот он раздражает их. А почему раздражает, не объясняют. Спрашиваешь конкретно, что тебе не нравится, не может объяснить. Или явно подыскивает какие-то причины, которые не соответствуют его реальной точке зрения, но он сам почему-то сформулировать не может. Не знаю, может, и подсознательно. Ну какие-то... Сам понимает, что объяснения не очень удачные. Еще и беспокоиться из-за этого. У меня часто были такие разговоры. Ну отторжение. С другой стороны выступает другой человек. Все нормально, все замечательно, отлично выступил. Что он там выступил, что он там сказал. Просишь повторить, а это хороший способ проверки. Понял или нет? Не может повторить, но замечательно. Обычно говорят, что это интуитивно, некая, знаете, харизма, врожденные качества политические и так далее. Ну, бывают такие объяснения. А вот вы, как ученый, можете несколько алгоритмично, технологично оценить? Можно просто пару слов на эту тему сказать, потому что здесь существуют некие законы, которые нужны. Ну, во-первых, если мы проанализируем речи революционеров после Великой Октябрьской социалистической революции, то есть Октябрьского переворота, то выяснится, что большинство из этих ораторов – это вообще люди ни о чем говорили. То есть это болтуны какие-то вот. У нас этим вот в науке занимаются популяризаторы. Они выходят, два часа там, значит, несут ахинею какую-то. Потом люди выходят, вот ты что, понял? Да, я все понял, все здорово. А ну и чего? Что-то для себя вынесло? Да ничего. Нет, ну это значит, там либо ничего нет, либо человек ничего не понял. Нет, нет, люди пытаются вслушиваться, но, значит, это в чем дело? Дело в том, что восприятие человеческое довольно сложно. И мы можем напряженно слушать, ну, примерно 5-6 минут. Вот у нас с вами затянутый эфир на самом деле, потому что люди начинают утрачивать и не только интерес, но и внимание. То есть 10 минут с танцами и прыжками – еще ничего. А вот больше притупляется. И поэтому нужно что? Создавать? Почему вот политики там многие, там тот же Фидель Кастро многочасовые. Я вот, к сожалению, не очень хорошо знаю язык, на котором он это все излагал. Но кое-чего понимаю. Ну вот он просто крутился вокруг одного и того же. Там толкование нескольких, в общем-то, простеньких идей. Но он создавал шоу такое, понимаете? То есть он почти занимался, как питонка А, гипнозом приматов. Прежде чем их есть в знаменитой книжке Маугли. Есть такие приемы, есть содержательные выступления. Все зависит от того, какая у тебя аудитория. Раз. Насколько часто ты выступаешь? Два. Насколько твои слова превращаются в дела? Это три. Для политика это самое главное. Если слова, там, человек четыре раза выступает по поводу пенсионной реформы, а заканчивается повышением пенсионного возраста. Как-то не катит. И вот так за что ни возьмись. То есть эти вещи накапливаются. Нужно менять или переадресовывать другим, менее ценным членам экипажа, которых можно потом декапитировать публично. Таким образом, буферить свои прошибки. Это очень важно в политике. И за этим надо очень внимательно следить. Но вообще, конечно, если говорить о политиках, каждому политику нужно зарабатывать собственную сложную систему управления поведением окружающих людей, которые его будут слушать и воспринимать. Это сложная, большая работа. И психологами тут не обойдешься. Тут надо разбираться с населением. Надо иметь реальную статистику. Ее в большинстве стран нет, она фальсифицируется. Надо иметь реальное представление об уровне образования того, кто тебя слушает. Об этом нет ничего. Потому что и образование фальшивое, и зачастую то, что рассказывается в этом преподавании, дается людям, это тоже фальшак зачастую. То есть и вот это все мелкие ошибки, то, о чем я говорил, мелкие недочеты, они складываются в систему неприятия. То есть здесь это нужно очень тщательно продумывать. Любое чудо возможно, да, конечно, любое, если его очень тщательно подготовить. Вот и все. То есть человеческий мозг готов обмануться, как Пушкин еще говорил. Я сама обманываться рад. Ну, хорошо, но дайте ему эту возможность. Что же вы так вредите, чтобы человеческий мозг все время в ответ на речь политика, так сказать, включал красный флажок. Но если вы такие вещи делаете, что вы ждете, какого результата вы ожидаете? Он будет всегда плохой. Нужно продумывать биологические механизмы восприятия и на них строить свои речи. Тогда они будут, первое, очень гладкими, будут всем нравиться, как большая пачка зелененьких бумажек. И все будут в восторге. Но над этим надо работать. Просто безделье – это враг всего разумного. Уважаемые зрители, я эфир завершаю. Время наше вышло практически. Но в конце я хотел бы сказать о новом издании, книге профессора Савельева. Значит, книга с таким названием уже выходила, насколько я понимаю. 10 лет назад. Да. Но за это время вы переписали, как вы мне сказали, довольно много. Ну, где-то на третье она переписана, да. Что нового вы добавили? Добавил нового. Новые материалы, потому что много за 10 лет утекло много воды, и много событий произошло и в области исследования человека. Молекулярно-биологические методы изучения, в том числе, гоминидных останков. Много произошло научных провалов. Ну, приведу пример. Только митохондриальный ДНК, на который опирались на протяжении почти 20 лет, хотя все предупреждали, что это будет мелкое жульничество, ничего больше. А особенно популяризаторы науки стерли языки под эту тему, оказалось фальшаком. То есть, и эта история с одной прото-Евой, которая 100 тысяч лет дала все человечество, значит, оказалась липой. И оказалось, что метахондриальная ДНК имеет множество геномов внутри одной клетки. И в человеческом мозге даже сравнили там несколько областей в разных областях мозга разная метахондриальная ДНК. Поэтому это все постепенно прекратилось. Внение пересмотрели. Новые подходы и методические, и новые находки, самое главное, и антропологические, и палеонтологические, и, скажем так, исторические появились, которые требовали пересмотра некоторых данных, потому что все устаревает, в том числе и мои книжки так же точно устаревают, как все остальное. Это потребовало переписывания. За 10 лет много воды утекло. Поэтому книжка в двух томах и будет второй том в ближайшее время. Тираж какой? Это науке неизвестно. Как же, тут разве не написано? Ну, написано, наверное, где-то. Я не смотрел, честно. Ну, в любом случае, какой бы ни был тираж... А, тираж небольшой. Да. Тираж небольшой. А почему хорошего должно быть много? Чтобы всем досталось. Нет. Вы против, да? Я против. Я против. Знание – это слишком большая сила, чтобы ее разбрасывать на дороге. Ну, в любом случае, имейте в виду, уважаемые зрители, тираж небольшой. Тираж небольшой, тысяча экземпляров. Да. Я думаю, это очень быстро разойдется. Поэтому обратите внимание на эту книгу. Я благодарю. Я вот посмотрел, вы, оказывается, дарили эту книжку мне. И написано, вот автограф есть. Я не вступлю. Ну, почему не понимаю? Поэтому я возьму себе. У меня все прилипнет. Прилипнет. Надеюсь, что второй том... А когда, значит, выходит? Ну, второй том уже в издательстве. Я думаю, что в какой-то обозримой буду. Всего два будет, да? Всего, да. Ну, второй том, это однозначно я приглашу вас поговорить. Мы найдем обязательно тему. И про второй том тоже. Там про втором томе как раз то, что мы с вами уже даже обсуждали отчасти. Это про роли эволюции, смены кулинарии в развитии мозга, в том числе. Там это подробно освещено с хорошей базовой литературой на эту тему. Тогда что и говорить? Наши эфиры имеют все-таки, как оказалось, как я теперь понимаю, еще и некую наушную составляющую. Ну, конечно. Это не просто популяризация, это еще и высокая наука. Простыми словами. Ну, конечно. В этом-то и стоит роль ученого, чтобы простыми доступными словами людям, которые имеют очень простое базовое образование, не являются специалистами, объяснить, но только так, чтобы они сами могли принять решение. потому что система вот этого, простите, втюхивания, когда навязчиво говорят, вот это так, однозначно, и никак иначе. Это, пожалуйста, для получения Нобелевских премий. А и для того, чтобы думать, человек должен сам принимать решение, располагая доступной, изложенной базой данных. Ну, что же, надеюсь, Александр Григорьевич Лукашенко смотрит наш эфир. Надеюсь, что нет. Почему? Почему? Ну, потому что работать не хочется. Вот иногда. Ну, что же. До свидания, уважаемые зрители. До свидания, уважаемый профессор. Сергей Вячеславович Савельев был в студии. Я ведущий Денис Коптарь. Продолжение следует...